Все-таки в суровом краю живем, снег выпал, а нам уже веселее. Оптимизма добавила и спецтехника, вышедшая на очистку дорог незамедлительно. Впрочем, событий хватало и без вмешательства Небесной канцелярии. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВ и на время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Теперь официально об устав Магнитогорска внесли изменения, документально закрепив за магниткой звание «Город трудовой славы». Библиотека – это серьезно. Глава города принял участие в открытии после ремонта Центральной городской библиотеки. Что нового в книгохранилище? 100 миллиардов киловатт-часов за 89 лет. Центральная электростанция МНК установила рекорд, до сих пор обеспечивая теплом и горячей водой жителей Ленинского района. Человек-собаке-друг, а бывает еще и командир, как живется служивым псам в кинологической службе городского УМБД. Ваш выход, девочки, состоялся кастинг на участие в юбилейном конкурсе красоты «Жемчужина-2021». И сейчас об этих и других событиях более подробно. Снова онлайн. Пленарное заседание Магнитогорского городского собрания прошло не в самом удобном, но уже ставшем привычном режиме видеоконференции. В этом году рассмотрены 25 вопросов повестки дня, среди которых изменения в уставах города и отчет об исполнении муниципального бюджета. Традиционно нулевым вопросом повестки дня депутаты выносят доклад медицинских чиновников о текущей ситуации с коронавирусом. Чем плохо онлайн? Не только тем, что депутаты нового созыва всего раз посмотрели друг другу в глаза. Неудобно и съемочным группам. Технически затруднительно сделать качественную картинку и звук. Впрочем, это не повод снижать информационную насыщенность повестки, в которой, кроме упомянутых, фигурировало еще более двух десятков вопросов. Один социальнее другого. И сначала о нашей городской конституции, как метко обозначили устав муниципального образования. В статье о правовом статусе Магнитки прописывается, что нашему городу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Таким образом, это вот звание почетное найдет отражение уже в уставе. Далее. В уставе города закрепляется право органов местного самоуправления предоставлять жилые помещения участковым, уполномоченным и членам их семей. Еще один вопрос из стратегических исполнения городского бюджета за 9 месяцев этого года. По доходам оно составляет 64% от плана. В расходной части 60% от плана. Городская казна сохраняет социальную направленность. На эту сферу ушло 70% бюджета или 7,5 миллиардов в абсолютном исчислении. На что деньги? В том числе на организацию льготного или бесплатного питания школьников. Это 7 тысячи 23 тысячи ребят соответственно. На льготы по оплате пребывания в детских садах. Целевая аудитория этой льготы около 5 тысяч человек. На льготы по оплате занятий в музыкальных и художественных школах. Это 11% от общего числа учащихся. Замечание дополнения к проекту. Принимаем в целом. Кто за? Принято, коллеги. Поддержка самозанятых, новые составы молодежной и общественной палат, изменения в генплан и исполнение наказов избирателей. Очередное пленарное заседание городского парламента, несмотря на онлайн формат, получилось содержательным и конструктивным. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, Телекомпания ТВИН. На этой неделе глава Магнитогорска Сергей Бердников с рабочим визитом посетил Дворец спорта имени Рамазана. Повод оценить преображение после капитального ремонта. Он стал первым за всю 30-летнюю историю этого учреждения. Вместе с главой города по блестящему новому паркету спортивной арены прошлась и наша съемочная группа. Капитальный ремонт стал своеобразным подарком к 30-летнему юбилею дворца. Фасад площадью 3000 квадратных метров полностью перекрашен. Обновили ступени парапета. Внешний вид портит только эта лестница, но ремонтировать ее обязаны владельцы автоцентра Сергей Бердников пообещал ускорить решение вопроса. Зато внутри дворца спорта не к чему придраться, кроме разве что радиаторов отопления. Сейчас они закрыты фанерой, которую требуется заменить. Преображение в коридорах дворца заметно не сильно. Здесь заменили окна и оштукатурили стены. В ближайших планах организовать в этих переходах музей магнитогорского спорта. Сейчас ожидается поставка стеллажей и манекенов. А вот при выходе на спортивную арену перемены бросаются в глаза. 2700 новых кресел, блестящий паркет, яркое освещение. Мы заменили светодиодные лампы, которые позволили в 2,5 раза сократить потребление электроэнергии по всему дворцу. То есть мы потребляли более 360 тысяч киловатт-часов в год. Сейчас мы порядка 145-150 тысяч киловатт-часов в год потребляем. Мы заменили все светильники люминесцентные во всех фойе. То есть у нас сейчас везде светодиодное освещение. Поэтому, что касается оснащения, то мы, думаю, самые передовые в Челябинской области. Предмет особой гордости – новое покрытие на площадке для волейбола и большого тенниса. Террафлекс утвержден мировой и Российской федерациями волейбола. Теперь магнитогорская команда может претендовать на игру в Суперлиге. Она соответствует всем сегодняшним новым требованиям. Мы можем любые здесь соревнования проводить. Да, и высота у нас позволяет 11 метров проведения, кроме международных соревнований, потому что там 13 метров. В процессе ремонта дворец был утеплен. Благодаря этому, а также агрегатам воздушного отопления повысилась температура воздуха внутри. Сегодня она 20 градусов. Руководство дворца обещает, что даже в морозы на арене будет не ниже плюс 17. Заниматься вот в таком зале, да, человек не только будет достигать каких-то высоких результатов по физической культуре, там, спорту конкретному, да, но и это же воспитывает человека. То есть люди, которые пользуются инвентарем подобного рода, заведениями вот такого высокого уровня, согласитесь, у них и внутренний мир совершенно другой. Визит главы во дворец спорта завершился посещением музея Ивана Рамазана. Личные вещи, фотографии народного директора ММК и вся история его жизни теперь хранятся в самом современном интерьере. Довольный переменами, Сергей Берников оставил соответствующую запись в гостевой книге музея. Елена Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН Революция в библиотечной системе в Магнитогорске состоялась открытие глобально обновленной центральной городской библиотеки. Толчком к переменам стал нацпроект «Культура», целью которого было создание в России модельных библиотек нового поколения. Однако без серьезной поддержки города подобное учреждение в Магнитке вряд ли бы появилось. Свой визит в библиотеку Сергей Николаевич начал с осмотра фасада и пандуса. Этот объект культуры для города стал одним из самых сложных. Ведь выигранный учреждением грант в 10 миллионов мог пойти только на новое оборудование, мебель и книги. Современные же интерьеры по условиям конкурса создавать нужно было своими силами. И поначалу эта задача оказалась неподъемной, ведь капитальный ремонт не проводился здесь с момента открытия. Когда мы окунулись, то оказались затраты, связанные с подготовкой всего здания, превышают, причем в разы, стоимость вот этого оборудования, которое здесь должно быть помещено. Но, тем не менее, мой подход такой, что надо делать, что называется, на века, во-первых, а во-вторых, чтобы было не стыдно. Поэтому, ну, действительно, да, потратили столько, сколько необходимо, но решили сделать уже весь комплекс. Решение всех проблем потребовало порядка 20 миллионов. Эти вложения Сергей Бердников расценил как вклад в будущее. Ведь совместными усилиями создавался культурный центр, который отвечал требованиям современного времени и учитывал потребности всех категорий жителей города. Жители с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться нашим информационным киоском без всяких отразумений. Обратите внимание, нажатие этой кнопочки включает режим «Контраст», особенно актуальный для людей с нарушениями зрения. Также мы можем включить режим «Лупы», увеличить любой участок в экранах. Какой должна быть библиотека будущего, здесь решали вместе с жителями города. Опрос которых показал, это должен быть не только интеллектуальный, но и досуговый центр. А вы здесь как? По зову души? Вот так. И регулярно бываете? Часто? Регулярно. С комфортом провести время библиотеке теперь помогает удачно сделанное зонирование помещений. Теперь здесь есть этнический медиа-центр, куда переехала бывшая библиотека литературы на башкирском и татарском языках. Сектор краеведения с уникальной возможностью полистать подшивки городских газет 1937-1940 годов, переведенные в микрофильмы. Это можно целую страницу погребить? Да, да, да. Очень удобно, для сохранности очень полезно. Также больше не нужно рыться в каталогах в поисках нужной книги, журнал или статье. Всю информацию за считанные минуты в инфохоле вам выдаст поисковая система. Но тут сразу находишь, есть или нет, какие координаты, или есть где-то. Да, где, в какой материи, в какой-то. Еще одно ноу-хау – станция автоматической выдачи, которая позволит самостоятельно оформить взятую на дом книгу. А бесконтактный планшетный сканер за считанные секунды поможет распечатать нужную страницу. Причем в читальном зале вы теперь найдете уединенные удобные места и для чтения, и для работы на компьютере, и для досуга. Провести которые полезно и интересно поможет, например, вот этот большой планшетный компьютер. Стараемся показать интересные моменты о жизни и творчестве писателей, именно входящих в школьную программу известных личностей, так сказать, России и мира. То есть познание с игрой и увлечением. Любопытные досуговые программы есть и для взрослых. Например, скачав приложение «Артефакт» и наведя свой смартфон на эту коллекцию редких радиотетных книг, можно полистать их, не касаясь руками. Наводим камеру телефона на любую из книг. И тогда появляются дополненные реальные, сможем теперь полистать страницы. Очень удобна теперь библиотека и для проведения конференций различного формата. Ведь докладчику больше не нужно читать с листа. Достаточно вывести на интерактивную трибуну всю необходимую информацию. Словом, космический уровень комфорта и мобильности. Именно такой отзыв об увиденном оставили восхищенные журналисты. Однако у главы города реакция была иная. Мы радуемся этому, удивляемся. Наверное, это должно быть обыденно. Это вот все так должно быть вокруг. И вот мы не должны этого уже замечать. Это должно нас окружать, как вот та обычная ежедневная действительность. А мы этому вот как-то вот смотрим и говорим, что здорово получилось. 21 век. Вы правы, но... Наверное, надо нам было лет пораньше, много назад начать эту работу. Оставляя первым запись в книге предложений, Сергей Берников пожелал библиотеке удачи и успехов, отметив, что город и дальше будет двигаться в этом направлении развития. Татьяна Артеменко, Георгий Бадеев, телекомпания ТВИН. Пандемия в событиях. В списке нарушителей прибыла. В городе выявили еще заведения, в которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. Нарушения сотрудники полиции и районных администраций нашли в ходе проверок. В городе они проводятся ежедневно. В одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа. Один из крупных торговых центров города стал очередным объектом у межведомственной комиссии. Сюда представители полиции и районной администрации пришли не за покупками. Они проверяют, как посетители и продавцы соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Обязательно средства индивидуальной защиты, обязательно наличие разметки антисептиков и соблюдение социальной дистанции. Чаще всего нарушения приходят в обеденный перерыв, когда люди торопятся, забывают средства индивидуальной защиты в силу спешки. Без замечаний обошлась проверка крупного супермаркета. По словам руководителя, здесь соблюдают все необходимые требования, действующие в период коронавируса. Они следят за тем, чтобы покупатели ходили по торговому залу исключительно в масках и регулярно проводят обработку, протирают тележки, корзины, кассы. Обрабатываем торговые залы, в обязательном порядке вечером, утром обрабатываем кабинеты. Сотрудники измеряют термометром каждые три часа температуру. Режим повышенной готовности на территории Челябинской области никто не отменял. Он действует до 27 декабря. Кроме того, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией введены новые ограничения. В кафе, клубах и ресторанах запретили проводить развлекательные мероприятия. А с 1 декабря нельзя будет обслуживать посетителей в ночное время. Работать разрешат только на вынос или с доставкой на дом. В минувшие выходные было проверено 8 заведений. Составлено два протокола на физических лиц и составлен один протокол на должностное лицо. В случае повторных нарушений организации ждет наказание посерьезнее. Деятельность могут приостановить. Такие случаи в городе уже были. Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Диагностика коронавирусной инфекции уже прочно вошла в стандарт обследования для всех пациентов, поступающих на лечение в больничные стационары. Люди обследуются также по направлениям участковых терапевтов, самостоятельно сдают анализы. В нашем городе действует 5 ПЦР-лабораторий, где выполняют тесты на наличие COVID-19. В одной из них в Центре охраны материнства и детства побывала наш корреспондент. В клинико-диагностической лаборатории Центра охраны материнства и детства к диагностике коронавирусной инфекции приступили в марте. В настоящее время здесь ежедневно выполняется около 300 ПЦР-исследований на COVID-19 и по 50-70 экспресс-тестов на наличие у пациентов антител к этому вирусу. Всех поступающих, больных, мамочек, деточек, мы сразу при поступлении делаем им экспресс-диагностику на антитела ковиду класса М и G. То есть острая стадия и уже стадия, когда G вроде иммунитет должен нарабатываться. Помимо экспресс-диагностики у нас еще существует и классический метод диагностики определения антител. Тоже класса М и класса G. Мы работаем наборами Vector Best. Они достаточно точные, достаточно хорошие. В наборах идут и контроли, и калибраторы, что позволяет нам выдавать точные результаты. Пациентам с положительными ответами по антителам класса М обязательно выполняют ПЦР-диагностику на ковид. ПЦР-диагностика – это, можно сказать, один из основных анализов в диагностике ковида, потому что здесь выделяется именно РНК-вируса, то есть сам вирус выделяется. ПЦР делается только по мазку, а антитела делаются по крови. Спорные вопросы в диагностике коронавирусной инфекции, увы, случаются. Любовь Асафьева, врач лабораторной диагностики с 40-летним стажем, рассказывает, что причин для споров может быть несколько. Официально медики диагностируют только ковид-19. А сколько видов коронавирусов сейчас бродит по миру, не скажет никто. В ситуации, когда разные ПЦР-тесты определяют у заболевших в одной семье или отрицательный анализ выявляют у человека с явно выраженной клиникой ковидной пневмонии, Любовь Фёдоровна объясняет ещё и особенностями забора мазков. Вирус, который находится в ротой носоглотке, он в течение 3-4 дней только там сидит, а потом он спускается ниже. Поэтому вот уже развивается на этом фоне ковидная пневмония, и, соответственно, может быть ПЦР-мазок отрицательный. Либо это ещё зависит от забора мазка. Кто-то взял забор материал, допустим, правильно, кто-то взял неправильно. Методика забора мазка из носоглотки стандартна для всех видов инфекций. Владеть ей должна любая медицинская сестра. Открываем как шприц. Открываем палочку. Сперва берём из носа. То есть немножечко прокручиваем, подальше просовывается в нос, как бы вкрутить немножко. Не совсем далеко. Вот палочку опускаем в раствор. Следующую палочку также открываем из зева. Берётся из язычка, с боков, где язычок, с боков, где щёки. И по языку немножечко. Также сюда повторные. То есть получается мазок из зева, из носоглотки. Переболев ковидом, человек, к сожалению, далеко не всегда приобретает иммунитет к этому вирусу. Медики считают, что контролировать инфекцию поможет только вакцинация. Есть люди, которые переболевают, и у них нет никаких антител. К сожалению. А есть люди, которые переболевают, и у них антитела есть. Особенно если люди переболевают в более тяжёлой форме, у них вырабатывается антитела. А лёгкая форма очень редко вырабатывается антитела. Нет худа без добра, говорят медики. Для диагностики ковида ПЦР-лабораторию Центра охраны материнства и детства оснастили по передовым технологиям. В декабре в ПЦР-лабораторию поступит ещё один новый аппарат, чтобы увеличить количество исследований на ковид до одной тысячи в сутки. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Как сохранить оптимизм в море проблем, знают пенсионеры специализированного дома «Ветеран». В рамках грантового проекта «Пандемия. Не приговор одиночеству» благотворительный фонд «Металлург» организовал психологический тренинг для жителей дома. В августе этого года фонд стал победителем внепланового конкурса фонда президентских грантов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями. Работился до войны, закончил 10 классов, работал на комбинации, учился в институте. Прожил всю жизнь в Металлургском высшем образовании, имею, кончил в чьи дня, лаборат по землю, повар. Закончила я филфакт в институте 5 лет, отработала в Сибири, в Тюменской области. Одиночества я не чувствую. Но почему ещё? Потому что я духовно наполняюсь. У каждого своя история и своя судьба. Такие разные они собрались вместе, чтобы рассказать о себе и поделиться опытом, в том числе, как справиться с хандрой. Особенно в условиях пандемии. Людмила Ивановна Личман с оптимизмом идёт по жизни. Ей 83. Говорит, благодарна судьбе за хороших людей, которых она встречала на своём пути. Вот и сегодня в доме ветеран её окружает дружный коллектив. Сохраняю я оптимизм только за счёт того, что какие-то мероприятия у нас проводятся. Вообще я очень люблю играть в шахматы, в шашки, в уголки. Ну, вообще мне все как-то нравятся здесь. Занятия по психологии проходят в виде тренинга в течение полутора часов. Вместе с кандидатом педагогических наук Галиной Слепухиной пожилые люди переживают трудные ситуации и вспоминают счастливые моменты. Людей, которые решили принять участие в проекте, спрашивали, о чём бы они хотели говорить, какие темы для них важны. И вышли темы, которые связаны со здоровьем. Но да, я не медик и не буду говорить о таблетках, но ведь очень важный момент – это как раз позитив. Это как раз чувствовать, что ты не один. Это как раз разумное отношение, позитивное отношение к тем ситуациям, в которых человек оказывается. Вот об этом мы будем говорить. Возможность быть услышанным у жителей дома появилась благодаря проекту победителю «Пандемия – не приговор одиночеству». Его организовал благотворительный фонд «Металлург». На выигранный грант приобрели дезинфицирующий тоннель и рециркулятор, мультимедийное оборудование, а также мягкие, удобные кресла с пуфами. Теперь в комфортных условиях пожилые люди могут совершать виртуальные путешествия и посещать психологические тренинги. В нём примут участие 76 жителей дома «Ветеран», которые разделены у нас на подгруппы. То есть 40 человек у нас могут самостоятельно приходить в комнату психологической разгрузки, где будут посещать интерактивные экскурсии, а также психологические тренинги. Ещё 36 человек – маломобильные жители дома «Ветеран» будут посещать виртуальные экскурсии непосредственно в своих квартирах. Знакомить с достопримечательностями их будут волонтёры с помощью планшета. Реализация проекта рассчитана до июня 2021 года. Для пожилых людей организуют 28 экскурсий и 16 тренингов. Ольга Сухоплюева, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». После болезни она стала сильнее и произвела переоценку жизненных ценностей. Визажист, мастер международного класса Екатерина Суворова рассказала нашей съёмочной группе о том, как она перенесла COVID-19. Кстати, несмотря на то, что в её крови до сих пор сохраняются антитела, Екатерина не пренебрегает мерами профилактики, использует средства индивидуальной защиты и другим расслабляться не советует. Каждое занятие в учебной студии визажиста Екатерины Суворовой проходит по всем санитарно-гигиеническим правилам в масках и перчатках, и педагоге, и ученики. Екатерина признаётся, с первого дня пандемии она верила в реальность нависшей над миром угрозы и других призывала не расслабляться. Мы сидели с сыном дома два месяца в заперти. Я выходила полностью в экипировке, в магазин за продуктами, плюс спрей со спиртом в руках, все продукты, мыло хозяйственным мылом и обрабатывала спиртом. То есть сына вообще не выпускал, мы два месяца таким образом просидели. В середине лета произошёл сбой в программе личной безопасности. Как и многие, Екатерина расслабилась и даже решилась на поездку с сыном на море. Тем более и вокруг все твердили, главное мыслить позитивно и не бояться. Когда я потеряла бдительность и расслабилась, и стала позитивно мыслить, просто наполненная, вдохновлённая, уверенность была 100%, что ничего не произойдёт, в этот момент я ловлю ковид. С первых симптомов Екатерина почувствовала, что это не банальное ОРВИ. Температура 38,5, ломота, слабость. Не теряя времени даром, она в лаборатории сдала тест на коронавирус, а далее следовала всем рекомендациям врача. Пила прописанные противовирусные и кроворазжижающие препараты. Я выполняла все требования, которые нужны были, и ждала этих трёх дней, когда же придёт анализ на ковид, вдруг всё-таки есть процент, что ошиблись. Потому что температура держалась 38,5-2 дня, потом она спала. Но всё-таки мне объяснили, что может быть резкое облегчение, а потом резкое ухудшение. Поэтому лежи, не радуйся, ну как бы сильно не радуйся. Лежи, лежи, продолжай лечиться спокойно. И как оказалось, всё было не зря. Через три дня пришёл ответ из лаборатории. Диагноз коронавирус подтверждён. Всего же борьба с болезнью длилась больше месяца. Благодаря своевременно начатому лечению Екатерина обошлась без приёма антибиотиков. Признаётся, помогло ей и то, что она всеми силами гнала плохие мысли прочь. Я себя после болезни почувствовала сильной. Что я это вынесла. Вынесла морально, психологически. То, что я сидела одна дома, то, что я не впала в панику, а была подготовлена, вооружена знаниями. Я почувствовала, что я ЭГГ и прошла это. А ещё Екатерина укрепилась во мнении, что важно подойти к болезни во всеоружии, правильно питаться, заниматься спортом и использовать средства защиты. Несмотря на то, что в её крови ещё сохраняются антитела, она и сама этими правилами не пренебрегает. Евгения Солокудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Промплощадка в событиях. Есть рекорд. На центральной электростанции Магнитогорского металлургического комбината на этой неделе выработан 100 миллиардный киловатт-час электроэнергии. Для достижения круглого показателя потребовалось 89 лет. ЦЭС трудится не только для нужд ММК, производя ток, химочищенную воду и тепловую энергию. Благодаря работе станции в дома Ленинского района магнитки приходят отопление и горячая вода. На этап участки центральной электростанции рождается дипло для домов Ленинского района, а также электричество и конденсат для промплощадки ММК. День и ночь здесь гудят 9 турбогенераторов. Самый старый из них отметил 84-летие, самый новый запущен в работу всего 2 года назад. Идет плановая модернизация основных мощностей участка. И последний введен агрегат – это новый агрегат, который позволил нам прирасти в установленной мощности на 25 мегаватт. С приростом мощности на ЦЭС уменьшился закуп электроэнергии со стороны для комбината. То есть электричество для комбината стало дешевле. Ежедневно ЦЭС ММК производит 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. За год – полтора миллиарда. Отчет своих киловатт центральная электростанция начала 23 октября 1931-го. Котельный участок – одно из начальных ее подразделений. 8 агрегатов превращают воду в пар. Более 1000 тонн пара в час заставляют вращаться турбины станции. За последние годы на котельном участке топливо в виде угольной пыли заменили на смесь природного и доминного газа. Домины, благодаря уникальной автоматической системе управления котлами, теперь сжигаются в максимальных объемах. Если до этого у нас, в частности, доминный газ был на дистанционном режиме, то есть вручную добавляли больше-меньше, в данный момент программное сделали автоматическое регулирование, программное обеспечение установили и выставили таким образом, что доминный газ у нас тоже подается в автоматизированном режиме в зависимости от нагрузки котла, от нагрузки станции в целом. Сердце ЦЭС – это главный щит управления, а главное достоинство – люди. Александр Соколов пришел на центральную электростанцию 15 лет назад, сразу после университета. Свою работу любит за стабильность и дружный коллектив. Основная моя задача – это слаженная работа всего коллектива и центральной электростанции в смене. Это необходимо для надежного обеспечения выработки электроэнергии и теплоснабжения города. Модернизации последних десятилетий не только улучшили экологическую обстановку и увеличили мощность центральной электростанции. Повысилась надежность ЦЭС в снабжении теплом и горячей водой, промплощадки и части города. Сегодняшний 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии – далеко не единственный рекорд центральной электростанции ММК. В прошлом году мы запустили новый турбогенератор номер 6. И максимально располагаемая мощность нашей станции сейчас составляет 221 мегаватт. То есть такого не было за всю историю станции. Плюс в прошлом году, в 2019-м, мы потребили более 4 миллиардов кубометров доминного газа, что тоже является абсолютным рекордом. Елена Тимофеева, Денис Иванов, телекомпания «ТВИН». Знания основ безопасности – путь к успеху. Магнитогорский металлургический комбинат и центр персонал снова проводят конкурс, посвященный теме охраны труда. В этом году его участниками стали 124 человека или 31 команда работников ММК и его дочерних обществ. Как изменила формат практического конкурса «Пандемия»? Смотрите прямо сейчас. Манекены для демонстрации первой медицинской помощи сегодня отдыхают. В зале школы безопасности ММК тихо и немноголюдно. Конкурс, посвященный знаниям охраны труда, в этом году проходит в дистанционном формате и на полгода позже традиционной даты. Обычно его привязывали к апрельскому Всемирному дню охраны труда. Но сделать это в нынешнем году помешала пандемия. Конкурс состоит из трех этапов. Первая теоретическая часть – это тестирование работников по ММК и других дочерних обществ. Вторая также теоретическая часть – это отправка через онлайн-сервисы задания. И практическая часть – это VR-тренажеры. Виртуальная прогулка по цехам ММК – еще одно нововведение нынешнего конкурса. Единственный этап, для прохождения которого от участников требуется личное присутствие. На мониторе – реальные цеха комбината. В виртуальный режим пока переведены 10-й и 11-й листопрокатный, локомотивный и коксовый. Гуляя по ним, конкурсанты должны находить нарушения техники безопасности. В каждой локации разные нарушения свои. Но в основном это нарушения такие, которые легко определяются всеми работниками, независимо от профессии. То есть это, грубо говоря, общие нарушения. Евгению Котягину для виртуальной прогулки досталась локация ЛПЦ-11. Мужчина представляет команду цеха «Рудник». За пять минут на VR-тренажере Евгений обнаружил 80% запрятанных на промплощадке нарушений. Прогулка достаточно необычная. Первый раз вот так вот в виртуальной реальности находился. Ну, поначалу потерялся. Хорошо, вот организаторы координировали, подсказывали. Нормально, интересно. Мне понравилось. В ближайшие дни такие же эмоции предстоит испытать участникам 31 команды. Итоги конкурса «Безопасность и успех 2020» подведут 26 ноября. Для победителей и призеров предусмотрено денежное поощрение. Павел Берсенев, Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. 15 молодых сотрудников группы ПАО ММК из 277 вышли в финал конкурса «Траектория лидера». Цель состязания – выявить лидеров, талантливых руководителей и организаторов. В ходе отборочного и двух первых этапов конкурса участники соревновались в написании эссе, проходили различные тесты, онлайн-интервью. На финале «Траектории лидера» побывала наша съемочная группа. Конкурс «Траектория лидера» собрал сотрудников группы ММК, которые не привыкли стоять на месте, желают развиваться, двигаться вперед в профессиональном плане, заявить о себе. Показать свои возможности, показать руководству ММК. Конечно, для нашей организации мы, прежде всего, стараемся, что мы результативны, эффективны, мы люди с новым мышлением, мы готовы изменяться, готовы обучаться, даже если мы что-то не знаем, и готовы двигаться вперед и двигать, быть мотором своей команды. Это конкурс от группы компаний по ММК. Нацелен он на то, чтобы найти молодых, дерзких, талантливых, тех, кто заряжен на работу, тех, кто хотят отдать свои компетенции, знания, навыки металлургическому гиганту. Сейчас идет как раз финал, и финал подразумевает и управленческие поединки, и построение инженерной конструкции, где ребята должны спланировать, должны воплотить в жизнь свою идею, свой план, отследить время. Инженерную конструкцию «Акведук» конкурсанты строили из подручных материалов, разбившись на две команды. Правда, вместо воды по «Акведуку» должен прокатиться шарик. Участникам пришлось проявить инженерную мысль и быстро работать в команде. Результаты инженерного конкурса вы можете оценить сами. Команда номер один. Команда номер два. Капитан команды, победившей в инженерном конкурсе, объяснил успех тем, что работали как на комбинате. У меня на самом деле два высших образования. Я инженер и управленец, поэтому вот здесь, как раз таки в этом задании, пришлось сочетать в себе эти два качества. Еще большим плюсом являлось то, что мы постоянно пробовали. Как на комбинате. Стан построили, ждем приезда делегации, запускаем, 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 пробуем. Здесь, может быть, тоже мы подчеркнули для себя вот эту тактику, эту стратегию. Постоянно запускали шарик, постоянно пробовали, чтобы не было тонких мест. Где он выскакивал, эти тонкие места тут же оперативно устранились. Благодаря этому наш результат победы. Трое победителей конкурса «Траектория лидера» смогут пройти обучение по курсу MBA Стокгольмской школы экономики. Кстати, директор проекта, представитель Стокгольмской школы Всеволод Крылов за всеми этапами конкурса наблюдает в режиме онлайн. По итогам финала мы должны определить троих победителей, тех, кто займет первое, второе и третье место. И именно эти люди будут направлены на обучение в корпоративную программу от Стокгольмской школы экономики «Новая смена». «Новая смена 3» – это уже третья программа, которая проводится массово для ММК и для организации группы ПАО ММК. Каждая программа выпускает по 30 человек, обладающих новыми знаниями, новыми компетенциями. И интерес к этой программе со стороны работников ММК и организации группы очень высок. Поэтому у нас и появилась такая идея с помощью конкурса найти тех, кто достоин. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». И еще о лидерах и молодежи. На пленарном заседании Магнитогорского городского собрания депутатов, которое состоялось накануне, утвердили отчет молодежной палаты 7-го созыва и сформировали 8-й. На 20 мест молодежного парламента заявились 35 кандидатов. Дали слова напутствия молодым политикам первые лица города. Глава Сергей Бердников, председатель МГСД Александр Морозов, а также председатель взрослой общественной палаты Владимир Зяблицев. Кто-то из этих молодых и амбициозных наших земляков уже попробовал свои силы на общественном поприще. Новички слегка рабеют и от важности происходящего, и от официального антуража. Шутка ли сидеть в кресле настоящего депутата, в зале, где принимаются судьбоносные для города решения? Ничего, привыкнут. А некоторых, пока молодых, мы скоро увидим в этом же зале совсем в другом статусе. Произойдет это чуть позже, лет через 5-10. Пока взрослых нужно не только слушаться, но и слушать, и слышать. Особенно, если это лидеры городской политики. С первых слов стало ясно, это не просто поздравление, это уже руководство к действию. Проблематикой городской должны, наверное, заниматься разные возрастные категории. Развитием общества, всей индустрии нашей, вообще движителем прогресса, все-таки, наверное, является сегодня молодой человек, который где-то на выходе получения своих знаний, который все-таки уже не в садике, который уже, так сказать, дейспособен. Вот чего о дееспособности молодежной палате не занимать. Созданная в декабре 2009 года, молодежная палата при городском собрании с тех пор не пропускает ни одного сколь-нибудь значимого события в Магнитогорске. Десятки мероприятий, сотни людей, получивших помощь от волонтеров, деловые игры и дискуссионные площадки. К новому созыву молодежки будет на что опираться и будет куда двигаться дальше, заметил инициатор создания палаты Александр Морозов, персонально представляя каждого из участников. Друзья, давайте познакомимся с вами. Вот у вас 20 человек. Кто из вас впервые в молодежной палате? Поднимите руки. Ух ты, большинство, наверное, да? Этим знакомством с каждым Александр Олегович задал своеобразный неформальный тон общения, где не было канцеляризмов, излишней протокольности и пафоса. Еще одно напутствие прозвучало из уст председателя взрослой общественной палаты Владимира Зяблицева. Исторически сложилось так, что палата, она работала так же, как наша общественная палата. То есть вы молодые, мы поколение чуть постарше. Цели у нас одни – творить добро, помогать людям делать достойные дела. Чем не дорожная карта для нового созыва молодежки? Справятся ли? Двое новобранцев, обе педагоги уверены, что да. У меня много идей. Я пришла не просто так, увидела. Нет. Это реализация своих идей, своих сил и возможностей для того, чтобы познакомиться с политикой. Это в первую очередь, потому что меня она интересует. Я и наблюдателем была на выборах, на различных. И иду дальше. Хочется улучшать жизнь людей, жизнь молодежи, самопедагог. И знаю, что очень много проблем есть в городе, которые бы нужно решать. А кто, если не мы? Игорь Гульянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Время доставать коньки. В Магнитогорске приступили к заливке катков. Рабочие трудятся в круглосуточном режиме. И все ради того, чтобы любители зимнего увлечения поскорее вышли на лед. Наш корреспондент побывала на центральном катке и в экологическом парке. И узнала, как скоро там состоится открытие. Еще не окрепшая корка льда переливается в лучах утреннего солнца. Центральный каток готовят к открытию. Бригады по три человека заливают водой огромную территорию площадью 17 тысяч квадратных метров. Работу не прекращают ни на час. Трудятся днем и ночью. Как только будет достигнута необходимая толщина покрытия, как минимум 30 сантиметров, рабочие приступят к шлифовке льда. Мы испытываем некоторые трудности, так как у нас земляное покрытие. Поэтому, чтобы начать заливку катка, необходимо, чтобы земля немножко промерзла. Лить будем где-то до середины декабря. Почему? Потому что подушка самого льда должна быть не менее 30 сантиметров. Поэтому здесь зависит все от погоды. Работа кипит и в пункте проката к зимнему сезону. Там обновили помещение, закупили новые пары коньков. В связи с пандемией коронавируса приобрели необходимые средства индивидуальной защиты. Мы сейчас закупили рециркуляторы, которые будут стоять внутри. Все дезинфикаторы, маски и все прочее. Никто это не отменял. То есть в помещении люди находятся в масках, когда выходят на каток. Это улица. Здесь разрешается кататься без маски. Ну и естественно все эти требования, которые Роспотребнадзор выставляет, мы будем соблюдать. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования будут и на катке в экологическом парке. Здесь к открытию практически все готово. Если небесная канцелярия позволит, то уже в эти выходные горожане смогут покататься на коньках. Любители хоккея провести матч на площадке, расположенной по соседству. Каждый день заливаем. С утра и ночью. По традиции к зимнему сезону в экологическом парке подготовят лыжные трассы, заснежат гору для катания на тюбингах. Ждет посетителей. Совсем новое развлечение. На территории парка установили троллей. Спуститься по стальному канату с ветерком может каждый желающий. Длина спуска 180 метров. Высота от 4 до 6. Средняя скорость, с которой я буду лететь 40-45 километров в час. Поехали! О, посмотрите, какая красота! Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, телекомпания «ТВИ». К другим темам. В параде 1945 года по Красной площади в общей колонии войск шли и проводники с фронтовыми собаками. А главный кинолог страны Александр Мазовер нес на руках пса-миноискателя Джуль Барса с перебинтованными лапами. Это единственная фронтовая собака, награжденная медалью за боевые заслуги. Благодаря четвероногим служивым в годы Великой Отечественной войны удалось доставить 3,5 тысячи тонн боеприпасов и 120 тысяч боевых донесений. Подорвать более 300 вражеских танков. Несут службу собаки и сегодня. И по-прежнему рискуют ради человека своей жизнью. Пес младшего сержанта Динара Ибрагимова Боярд Абвер Хуч на службе с младых когтей. Его специализация – разыскная деятельность. Сейчас на спецполигоне Хуч под руководством Динара отрабатывает момент лобовой атаки нарушителя. Кто меня уже уже говорила? В центре кинологической службы «Магнитки» все четвероногие сплошь овчарки. Немецкие, бельгийские, восточноевропейские. Это одна из самых неприхотливых пород, которая отлично поддается дрессировке. Ну, во-первых, очень много времени проводим вместе. Все семьи любят его. За время своей службы Хуч помог раскрыть множество краж. Находил вещи и орудия преступления правонарушителей. В 2018 году мы раскрыли садовую кражу. Он прям непременно привел к домику, где находился сам преступник. В дальнейшем было задержание этого преступника. Что сейчас, что в годы Великой Отечественной войны натасканные служебные собаки беспрекословно выполняют приказы человека. В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны около 60 тысяч собак, причем не только овчарок, но и других пород, вплоть до крупных дворняжек. Из них сформировали 168 отрядов. Были и специальные собаки, обученные разыскивать укрытия вражеских снайперов. Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. В период Великой Отечественной войны собаки-санитары вытащили на себе с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов. Собаки-связисты в сложной боевообстановке, порой в непроходимых для человека местах, доставили свыше 120 тысяч боевых донесений. Для установления связи проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Собаки-миноискатели, их было около 6 тысяч, обнаружили, а вожатые саперы обезвредили 4 миллиона мин, фугасов и других взрывчатых веществ. Собак-истребители танков, по сути, готовили к одному боевому заданию – нырнуть под машину врага с прикрепленной на спину взрывчаткой и ценой собственной жизни вывести из строя немецкий танк. Таким образом, за годы Великой Отечественной войны было уничтожено более 300 боевых машин врага. Единственной в истории армейской собакой, выжившей после подрыва, стала овчарка-диверсант Дина. В августе 43-го она выскочила на рельсы перед фашистским воинским эшелоном, сбросила в юг с зарядом, зубами выдернула чеку и умчалась в лес. 19 августа благодаря этому случаю принято считать днем фронтовой собаки. Рядом. Молодец. Рядом. Хорошо. Рядом. Умница. В наши дни служебные собаки тоже рискуют своей жизнью ради человека. Немецкая овчарка Макси – универсал. Может и по следу преступника пойти и патрулировать территорию, и опасные вещества обнаружить. Покажи мне, где. Покажи. Не-не-не. Ай, молодец. Умница. Хорошо, девочка. Умница. Угу. Ой, браво. На подобных тренировках кинологи обучают собаку самостоятельному осмотру транспорта, который может быть заминирован. За выполненную работу на «Отлично» питомца непременно ждет вознаграждения. У нее развитый игровой рефлекс, поэтому при тренировках используем или валик, или мячик. Пробовал с ней, когда еще только начинал, на колбасу, на сыр. Она просто не ест его. Ей неинтересно это. Один из важных критериев при отборе собаки для службы – она не должна пугаться звука выстрела. Ведь во время задержания преступника бывает всякое. А пес должен хладнокровно делать свою работу. Работали с уголовным розыском для обережного отдела полиции по информации. Искали тайник, где мог находиться взрывчатое вещество. Выехали туда. Макси обнаружила тайник этот. Собаки, как люди, ради работы вынуждены жертвовать личным. Макси, к примеру, уже шесть лет. По меркам собаки это самый расцвет. Однако отпустить ее в декретный отпуск кинологи вряд ли решатся. Служба есть служба. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». И еще о красоте и гармонии. Во Дворце культуры металлургов имени Сергея Орджи Никидзе состоялся кастинг на участие в традиционном конкурсе красоты «Жемчужина-2021». Из 60 претенденток членам компетентного жюри предстояло выбрать лишь половину. Подробнее о том, как проходил отбор участниц и какие испытания ждут тех, кому достался счастливый билет в мир красоты и грации, расскажем прямо сейчас. Я пришла на конкурс для того, чтобы доказать в первую очередь себе, что леди можно быть в декрете. Я пришла, чтобы выиграть. Я пришла, во-первых, показать себя, посмотреть на девушек, на участниц, попробовать себя в роли такой модели. И, естественно, я пришла за первым местом. Блондинки и брюнетки, руководители крупных компаний, бизнес-тренеры и даже судебные приставы девушки на кастинг-конкурса «Красоты Жемчужина-2021» пришли самые разные. Но всех их объединяло одно – наличие семьи и детей. Это основное требование к участницам. А что касается роста, параметров фигуры, они по традиции роли не играли. Чтобы произвести первое впечатление на членов жюри, у каждой из претенденток на успех было не более пяти минут. Для Анны Зубковой этот конкурс не первый подобный. Она не раз доходила до финала всероссийских конкурсов «Красоты», а в 2007-м завоевала титул «Первая вицемист-туризм России». Призналось, участие в «Жемчужине» для нее в некотором смысле эксперимент. Для меня «Жемчужина» – это женщина, которая занимается семьей, занимается мужем, детьми. И не доказать, то есть я могла бы, наверное, и раньше сюда прийти на этот конкурс, но вот именно почувствовать, что вот у меня дети, вот у меня уже такая достаточно сильная семья, и оно, наверное, поэтому больше. Для Дины Шеметовой председателя комитета «Женщины ММК Метис» это тоже не первый конкурс «Красоты». Правда, обычно она подобные мероприятия организовывает. На самом деле решалась я очень долго, можно сказать, до сегодняшнего дня. Не знала, стоит мне, не стоит попробовать, нужно мне это или не нужно. Но, повторюсь, как уже говорила, что так как на заводе у нас практически все мероприятия отменены, а «Жемчужина» все-таки началась, стартовала, я решила попробовать себя не только в роли организатора, но еще и в роли участницы именно в «Жемчужине». И посмотрим, что из этого выйдет. А события в итоге, как обещают организаторы, выйдет грандиозная. «Жемчужина» в этом году юбилейная. Она состоится уже в 20-й раз, и сюрпризов участницы зрителей ждет немало. Конечно же, юбилейный конкурс должен быть особенным. Поэтому подготовлена нестандартная программа. Вот сейчас уже сели, тоже еще раз все обсудили. Это будут не обычные выходы, как мы к этому привыкли. Это будет целая такая шоу-программа. Девочки там будут у нас и петь, и плясать, и показывать себя во всей красе, как это обычно и бывает. Но в несколько, опять же, в другом формате, в другом ракурсе. И помогать им будут профессиональные артисты. На кастинге 60 претенденток члены жюри отобрали чуть больше половины. За звание победительницы поборются 34 конкурсантки. Сделать ставку на то, кто станет лучшей из лучших, судьи пока не решаются. Как показывает практика, в ходе испытаний даже самые скованные девушки на глазах расцветают. Шансы, на самом деле, практически у всех равны. Почему я говорю «практически»? Потому что все-таки имеются какие-то антропометрические данные, внешние данные, которые мы тоже учитываем. Но, тем не менее, это только половина успеха. Все остальное действительно зависит от процесса подготовки. Первая встреча «Жемчужин» с устроителями конкурса состоится уже в День матери 28 ноября. Она будет по-семейному теплой и душевной. Соревноваться на ней ни с кем не придется. Мы обязательно в этот день им расскажем, что не надо расстраиваться, если, ну, в общем-то, не первое, второе, третье, да, участие – это уже победа. И мы очень хорошо об этом всегда говорим. И действительно, они вот такие умиротворенные от самого участия в завершении конкурса, несмотря ни на какие результаты. Ну а далее начнется борьба за корону. Участниц конкурса ждет настоящий марафон ярких событий и мероприятий, продлится который в течение трех месяцев. Завершится все традиционно финалом, состоится который на сцене Дворца культуры имени Орджоникидзе уже 26 февраля. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Здесь нужно говорить, что красота спасет мир. Одна не справится, любовь ей в помощь. Увидимся там же. Время местное.